Нам ничего не жалко. Бьянка уже сейчас на экране. Ох, успели много чего мы обсудить, и в том числе облезлую шубку, как выразилась Юля Ковальчук. Друзья, замечательная певист-телеведущая у нас в студии человека. Что ж, замечательно, здоровайся. Доброе, у кого день, у кого-то утро, у кого вечер. Вот, если вы вдруг видите кусочки моего розового лифчика, я признаюсь честно, я могу рассказать тайну сегодняшнего дня? Давай, давай, я хотел, давай сразу расскажу. Итак, тайна, я скажу, я подводочку скажу, потому что это мое платье. Не надо подводочку. Это мое, я в нем пришел. Без алкоголя, передача вообще. И оно досталось, Юля, а почему на тебе мое платье, почему? Вот это действительно странный вопрос, на самом деле, почему на мне твое платье? Ну ладно, это шутка была. Понимаешь, что тайна сейчас, тайна заключалась в том, что я взяла и пришла в зеленом сегодня. А те, кто немножечко знаком с тех людей, они знают, что нельзя этого делать. Поэтому я пришла к любимому каналу РУ-ТВ, замечательной, красивой девушке, которая на нем работает. Я увидела, взяла цель, сняла платье и решила к вам так. Ну вот по таким поводам Юля раздевает понравившихся ей людей. Она приходит на съемки в зеленом и говорит, о, раздевайся. А потом, конечно, вещи не развращает, ой, не развращает. Это Фрейд, он обрадовался. Именно это все и составляет весь мой гардероб. Вещи, которые я сняла с прекрасных, замечательных, красивых девушек. Ну, все-таки клип недавно у тебя премьера была, и в связи с этим-то, конечно, по большей части хочется задавать вопросы. Что, где были съемки? А, съемочки были в Лос-Анджелесе. А что это так далеко? Хороший вопрос. А режиссер там живет. Ага. Он говорит, вот здесь живет. То есть, не карак к Магомеду, Магомед Гарри. Ну, он там живет, у него там его команда, его зовут Фил Ли, на самом деле, очень известный режиссер украинский, который живет в Лос-Анджелесе, при этом он кореец. С паспортом украец. А, кореец. Вот, на самом деле, очень талантливый, очень-очень талантливый режиссер. То есть, ты именно пошла к нему исключительно как к творцу, и вот это было основным? Или потому, что прям хотелось побывать в Лос-Анджелесе? Нет, вообще, на самом деле, у меня поездка в Лос-Анджелес не входила в планы на тот момент, и это все вышло стихийно. Дорого? Сколько баб потратили? Нормально потратили, нормально потратили, но это моя жизнь, это я работаю для того, чтобы делать этот продовольный сервис. По поводу твоей работы. Все-таки я тебе представила и телеведущая, и певица, все-таки вот что больше? Вот с каждым разом все больше телеведущей, мне кажется. На самом деле, вот этот вопрос, пожалуй, сейчас в рейтинге самых задаваемых на первом месте. Ну а что, мама, мы не последняя передача, мы тоже в рейтинге самые. И стала на него отвечать, конечно же, всегда у меня в первую очередь была музыка, и на самом деле, мне кажется, что сейчас как раз-таки то время, когда наоборот, у людей все-таки ломаются стереотипы, потому что я, как могу, доказываю тем, что я снимаю постоянно какие-то клипы, новые ролики, и мы сейчас все-все-все уже доделываем этот альбом, который, честно могу сказать, немножко задерживается в силу того, что я его свожу в Америке. Опять в Лос-Анджелесе, посмотри, хорошо платят на федеральных каналах ведущим. Нет, хорошо зарабатываем мы на концертах, и благоспасибо вам, на самом деле. Вот, и... Кормильцы же вы наши. Да. Слушай, ты какой меркантильный парень. Я не меркантильный. Плохо кормят, что ли? Нет, я зажил, меня действительно плохо кормят. Отмельчал, друзья, отправляйте ваши средства мне на частный счет. Нет, дорогие друзья, отправляйте средства мне, а я подумаю, как сделать так, чтобы ты... Кушал, хотя бы два раза в день. Хорошо, кушал, хорошо. Девушки на тебя хорошие нет, чтобы она тебя кормила. Ну что, с сытным названием у тебя клип. Жарким, сочным. Жарким и сочным. Друзья, смотрим на новый клип Юлии Ковальчук, потом все обсудим, возвращайтесь обязательно. Ну что, давайте теперь зададим тот вопрос, который беспокоит всю страну с момента выхода этой песни. Мама Мохито, мама Мохито, я люблю его, я люблю его. Скажи, пожалуйста, это откровенное признание, что ты любишь алкогольный коктейль? Ты любишь его? Мохито? Что это такое? Ты перегрелся, что ли, я не пойму. Мама Мохито, мама ударила в голову. Я люблю, значит, когда девушка, возможно, иногда, кстати, там не говорится о том, что алкогольный Мохито вообще применялся. Ага. Значит, действительно, песня о любви и о признании женщине о том, что она да, она любит его, она любит. И иногда, возможно, немножечко выпив, женщина признается в том уже честно, конкретно и тем более маме. Тем более маме. А парню-то все срослось-то в итоге. Мам, люблю я его, все, ну мамуль, ну не могу, люблю и все. Ты когда пела эту песню, это была счастливая любовь или как? Или тебе лучше нафантазировать, что несчастная любовь, тогда и голос звучит... Не, на самом деле, песня достаточно, на мой взгляд, сексуальная, на мой взгляд, на мой взгляд. Я ее так пела, мы так ее делали. Ну да, есть немножко, но чуть-чуть. Поэтому, конечно, она, конечно же, позитивная и, конечно же, речь идет о счастливой любви. И о том, когда девочка уже все-таки готова маме рассказать, мама, вот он, мама, я люблю его. А что рассказывает Юля Ковальчук своим родителям и, конечно, по поводу личной жизни, мы узнаем сразу после рекламы. Ну, возвращайтесь к нам, мы в прямом эфире, поэтому без купюр будет жарко. Да? Да. Ну что, друзья, в прямом эфире с нами зажигательная и прекрасная Юля Ковальчук, как и обещал, жаркие вопросы прямо сейчас. Ну что, твой молодой человек, вы же по-прежнему вместе, да, с Алексеем, все хорошо? Вопрос в чем? Ну, не, ну вот он вместе. Вопрос в чем? Не дай же, боже, я еще не даю ему ничего, не спрошу. Я критикуешь ты его, помогаешь делать ему номера в шоу один в один, потому что вся страна смотрит, восхищается. Хоть хотим понять, сколько там твоего участия, как второй половины. Слушайте, на самом деле, Леша достаточно самодостаточный, недостаточный, а всецело самодостаточный. И я никаким образом не вмешиваюсь в этот творческий процесс, как и в любой его творческий процесс, а он в любой мой творческий процесс. Ну что, он не приходит поныть из разряда, я не знаю, Юля, что мне делать, я не понимаю, как показать Бориса Моисеева. Ну, сейчас сразу видно твои театральные корни, вот это вот, а-а-а-а, театр плюс ТВ. Я просто что-то доходчивее, доходчивее. Нет, я понимаю, что ты хочешь-то доходчивее, а я тебе говорю, как есть на самом деле. Нет, не приходит. Нет, он на самом деле работает в этом смысле один, я, конечно же, все это слушаю, как это происходит, какие-то периодические этапы вот этого прихода. Из комнаты доносятся звуки, а-а-а-а, а это он репетирует, да? Нет, нет такого? Чуть корректнее доносятся эти звуки, но это близко к тому, что ты пытался изобразить, не знаю, кого именно сейчас один в один ты сейчас изобразил. Тарзана, скорее всего, Тарзана. Скажи, пожалуйста, а сама бы ты не хотела попасть в такое же шоу, чтобы можно было выйти и спеть? И тогда вся страна сказала бы, да, юбидуще, а певицы-то, певицы, видели, видели, как она, я там, опера какая-нибудь, там, и еще что-нибудь, вот именно такой проект с вокалом. Слушайте, дело тут не в том, хочу ли я, конечно, мне кажется, это для любого артиста очень интересный проект, потому что есть возможность, ну, совершенно никто не ожидал, что появится у наших там исполнителей, которым есть почти ко всем, кто там участвует, предвзятое отношение, что они представители поп-индустрии, совершенно не умеют работать. А они что, рокеры, что ли? Нет, что они вообще не умеют работать во всех остальных жанрах, и на самом деле это не только для Лёжа, я думаю, что для всех музыкантов и для всех зрителей такой проект открытия, который позволил понять, господи, ну, наконец-то у нас там есть возможность. Ну, а ты сама бы хотела? С удовольствием, конечно. На самом деле это очень сложный проект, но, конечно, я с удовольствием бы на Лёжа. Значит, вырезаешь этот момент передачи и загружаешь по всем, чтобы все увидели и все поняли, что вот Юля хочет очень. Да, мне не нужно, мне не нужно, я думаю, что любого человека, который вообще у нас присутствует на нашей сцене, подойдите. Ты же неужели не хочешь? Да, мне кажется, я мало кого могу пародировать. Ты кого можешь пародировать? Слушай, так в этом и есть. Я даже не думала, но я понимаю, что в этом и есть серьезная проблема. Ну, может быть, кого-нибудь. У меня только Басков хорошо получается, больше никто. Ну, Моисеева, может быть, смог бы. А, то есть, о-о-о-о-о, это было для этого. Ну, естественно. Все, я поняла. Нет, не думала, не думала. Я тоже напрашиваюсь. Уже два участника, смотри. Да, да, да. Ну, ну, все-таки, кого-то пародировать умеешь? Давай, что? Пародировать? Ну, вот прям вот. Не, я не пробовала, я не пародист. Я понимаю, что это к этому... Так они тоже не пародисты. Так люди... Слушай, нет, давай мы сейчас не будем заниматься поясничествами и вступительными экзаменами в театральный вуз. Мы все-таки люди, прежде чем показать это в эфир, они до этого неделю готовятся, они просматривают видео, вот если вы... А, то есть, все это не их заслуга. Вот в чем нам откровенно призналась только, что Юлия Ковальчук. Все за них там делают. Ты зависливый человек. Все, я добряк. Я добряк. Вот даже клип молодого человека твоего сейчас поставлю. Замечательная песня. Угу. Невероятный трудоголик, как выясняется, у нас сегодня в гостях Юлия Ковальчук. А вообще, успеваешь следить за веяниями моды, за актуальными событиями, за новыми тенденциями, вообще быть на волне, на гребне? Да. Ну хорошо. Тогда по поводу премии телеканала РУТВ. Что думаешь? Придешь, не придешь? Я приду, и если там... Я не буду рассказывать там всяких секретиков, но, скорее всего, там я даже немножечко каким-то плечиком буду связана с этой премией. Конечно, я приду, я с удовольствием... Каким это плечиком ты будешь с ней связана. Самое главное, мы не пропустим, не можем. Могу тебе рассказать всех секретиков. Вот, единственное... Ты выйдешь на сцену. Это уже очевидно. Юлия Ковальчук выйдет на сцену. Так, дальше. Единственное, что я знаю точно, что готовится какая-то очень интересная, очень интересная программа, куча сюрпризов, и я на самом деле люблю ходить на премии, где меня удивляет. Я люблю иногда... Мне кажется, вообще артисты любят ходить на эти премии, потому что у них есть хотя бы раз... Можно садить платье. Нет, платье мы одеваем каждый день. Есть возможность посидеть и хоть посмотреть вообще, что делают одновременно твои коллеги, сказать им там слова благодарности. Я, например, очень люблю хвалить своих коллег. За кого болеешь? Вот за кого болеешь прямо на нашей премии? Я ни за кого не болею. Слава богу, я здоровая. Вот такая холодная! Я здоровая. Не надо ни за кого болеть, вообще не болеть. Я всегда... Поддерживаешь кого? Я тебе могу сказать, я всегда за справедливость. Я всегда за то, чтобы побеждали сильнейшие... Ну, сама бы отправила смс-ку за кого? Вот, например, в номинации «Лучшая певица». Итак, представлены там, если мне не изменяет память, Нюша, Полина Гагарина, Ева Польна и... Ням-ням-ням, еще кто-то был. Кто ж там был? Ну, а бог с ним, давай из этих троих выберем, а не ворком была. Слушай, ну, на самом деле, тут такие все достойные девчонки, просто невозможные. Мне было бы сложно очень выбрать, я тебе серьезно говорю. Они действительно все очень достойные. Вот я не знаю, я честно говорю, я бы за Еву Польну голосовал, но это такое дело. Ну, скажи, пожалуйста, а Евровидение смотрела из актуальненького? Че скажешь? Ты тоже заснула на третьей песне? Нет, на самом деле, я даже была в жюри... Даже до пятой досидела! Была в жюри конкурсе Евровидения в этом году, была тем дополнительным членом жюри. Но я могу что тебе сказать, что предсказуема была победа этой датчанки для меня, поскольку эта песня была... Что ж такие песни-то все? А значит, в Европе сейчас такая тенденция, холода, знаешь ли, это у нас в Москве жарко, там все мерзнут. Видимо, им очень захотелось вот таких вот душераздирающих песен. Хотя, честно могу тебе сказать, по мне, это, конечно, не интересное шоу, потому что все-таки тот музыкальный материал, который сейчас представляется на Евровидении, вот по мне, не актуально. Это лично мое событие. Так вышла же Ларин в том году-то была, и она же вышла, она как уху-ху-ху, она крутая, да. Куда они делись все ларинки? Ну, бог с ним, какой номер запомнился? Было бы 26 ларин. Слушай, мне запомнился, на самом деле, парень, который пел... Нет? Я не сомневалась, что тебе запомнился он, а мне запомнилась представительница из Молдовы, девочка, у которой потрясающе красивое было красное, да, платье, когда она вырастала, и в этом была какая-то тайна, что-то было. Вот, на самом деле, мне очень понравилась эта песня, и понравилась девочка. Хотя, честно могу сказать, Дина выступила у нас, на мой взгляд, великолепно, вот очень. А что, что у нее голос дрожал, как будто бы она сидела на каком-то там принадлежном. Ты такой умный, ничего, что она выходила в эфир, на нее смотрели миллионы людей, это достаточно волнительные моменты, даже огромные профессионалы. На самом деле, мне кажется, вот эта прекрасная вибрато волнительная, оно совершенно нравится. Ну, не знаю, на тебя сейчас тоже смотрят миллионы, и ты тоже в прямом эфире, и ты же не волнуешься, правильно, правильно. Слушай, ничего, что я уже 12 лет стою на сцене, а у Дина это было первое такое огромное выступление, поэтому все придется опытом, и, на мой взгляд, для такого серьезного, огромного шоу... Так, может, на следующем году теперь вануть, а? Вот пусть молодые ездят на Евровиде для них... Он записал старые себя, Юля Ковальчук уходит со сцены, ребята, еще один инфоповод нашей передачи. Дайте мне пистолет, я убью его, честное слово, кто позвал этого ведущего сюда? Ладно, сейчас Слава, Слава споет, а потом мы. Не только музыкальное удовольствие, еще удовольствие от общения. Я смотрю, ты получила огромный фонтан позитива, когда увидела, как Киркоров пытался выговорить скороговорочку. А самое как со скороговорками складывается? Слушай, на самом деле... Ты же ведущая. Да, и что? Хорошо. Да, хорошо, вот сейчас у нас экзамен. Итак, смотри, сможешь выговорить следующую скороговорку. Итак, у ежа ежата, у-жа ужата, пришли ежата на ужин кужу, уху ели ртв смотрели. Ты такой умный! Вот если бы ты мне её написал, я бы её читала Выключение Молодец! Я ж тебя не пыталась проверить Ухуели, РУТВ смотрели Ухуели, РУТВ смотрели Пришли UJATO Ужато. 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 Ничего у нас не ужато, все понятно. У нас все не ужато, у нас все на всю широту. Давай все-таки к вопросам перейдем от наших телезрителей, потому что они задают такими, кажется, интересные. Катя из Питера пишет, Юля, тяжело ли ужиться вместе двум активным творческим людям? То есть вас записали в активные творческие? Тяжело. Сколько лет вместе? Секрет успеха в чем? Пять лет вместе, секрет успеха, его нет, есть. Ну, бывает же, вот знаешь, я вот сегодня наблюдал такой конфликт, вот парень с девушкой, такая идеальная пара, все у них хорошо, тоже, и оба знаменитые, но вот что-то как-то вот, что-то не поделили, гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ну, вот скажи мне, как вот, как справиться с такими стрессами для семьи, для отношений? Всегда знала, что тебе нравятся собачки. Гав-гав-гав-гав-гав. Мне нравятся суки всякие. Кто-кто? Никто-никто. А как же собак женского пола называют? Вот они мне нравятся. У каждого человечка, в ненависимости от того, артистами или нет, есть своя личная жизнь. Этот вопрос мы оставим. Нет, ну вообще секрет, чтобы долго жить вместе. Нет секрета, нет секрета, нет секрета. Просто любить друг друга, да? Просто нужно работать все время над отношениями. Работать и не видеть друг друга. И скучать. Работать, скучать. Хорошо. Давай вот так вот. Все сейчас переодеваются, межсезонье. Да. Что летом носить? Ты же модница, на показах бываешь, все знаешь. Всем нашим телезрительницам расскажи, что одевать-то, что носить. На показах вообще не бываю. Откуда ты берешь такую информацию? Мне некогда хоть на показы. Но я, честно могу сказать, интересуюсь модой. Я не могу назвать себя... Стилисты одевают или сама? Где? Ага. Если говорить о клипах, безусловно, то, конечно, там работают профессиональные стилисти. Если говорить о моих концертных костюмах, о моей повседневной одежде, то это моя одежда. Но я могу сказать, вне зависимости от того, что модно или не модно, ты очень серьезный парень, конечно, я буду вам, дорогие зрители, это рассказывать. Ну мне кричат в ухо, не поворачивайся на нее, смотри в камеру. Я ее видишь, я не разрываюсь. Я за то, чтобы летом люди все носили короткие, кричащие, не вульгарные, но яркие вещи. Вот мне хоть у нас так много серости, гадости, злости, почему бы не взять и поднять себе настроение, одев какое-нибудь что-нибудь яркое. Да. Оранжевое или фиолетовое, например. Психологи вообще считают, что фиолетовый это цвет сексуально неудовлетворенных людей. Но поскольку это не мое платье, а платье я сняла с какой-то девушки на канале РТВ, я могу сказать, что это не про меня. Итак, уважаемая Юля, мы узнали все и про тебя. Напоследок хочется прочитать. Сбила тебя, да, вообще вот этой сексуальной своей удовлетворенностью. Итак, Юля, у тебя замечательный клип, а песня еще круче. Всех люблю, написала Света. У вас хороший вкус, Светочка, спасибо большое. Ну конечно, она же смотрит лучшие передачи на нашем телевидении. Это правда. Друзья, пришло время прощаться, к сожалению. Вот так быстро пролетело время. Да, у нас здесь еще дофига подарков все раздать нужно, понимаешь. Понятно, что ты главный подарок на сегодня. А я думала мне подарки. Но мы увидимся совсем скоро на премию РТВ. И там тоже будет возможность. Да, обязательно, обязательно приходите и смотрите премию РТВ, потому что действительно это будет грандиозное шоу. Ну и конечно канал РТВ мой любимейший. И мою песню, и мой клип на этом канале. Так, обязательно подготовь какое-нибудь платье, чтобы никого не пришлось раздевать по сложившейся традиции. Я уже подготовила. Да, хотя меня можно и раздеть. Давай, сюда. О-о-о, малыши. Между нами с Юлией Ковальчук и между вами с Юлией Ковальчук уже почти ничего не было. Дистанцию сократил любимый телеканал РТВ. Смотрите нас, стол заказов. Мы всегда общаемся с нашими любимыми звездами. Узнаем у них много всего интересного, все подробности. Поэтому смотрите стол заказов. И кстати, Юлию Ковальчук мы посмотрели два раза, даже три. В студии и два ее клипа. И тот, кто первый отправил смс со словом повтор, тот конечно молодец. Получает зонтик, как я и обещал. Его номер заканчивается на цифры 30-20. Мы вас поздравляем. Первый подарок мы уже отдали. Он отправляется нашему телезрителю. Итак, следующий подарок. Билеты отдаем на премию телеканала РТВ. Это человек, который написал лучший певец третьим. Этот человек правильно написал то, что Дима Билан в том году действительно таковым явился. И получил долгожданный самовар. И телефон этого победителя заканчивается на цифры 20... 9... 10. Поздравляем и его. Ну и теперь, конечно, самое приятное. За самое оригинальное смс сообщение готов отдать. Привет, Дима. Поздравь с днем рождения замечательного редактора и виджея Лизу. Желаем оставаться такой же очаровательной, сильной, доброжелательной и милой. Администраторы Настя и Даша. Не знаю уж администраторы чего, но Настя и Даша. Как вы будете делить наш фирменный чехол? Но за то, что вы вспомнили о том, что у нашей коллеги замечательная Лиза день рождения и поздравили ее. Мы вам чехолы отдаем. Спасибо вам огромное. Ну и еще двух девчонок не могу не отметить двумя билетами. Это, безусловно, Оля и Полина. Сдачу сессию отметим. Мы на вашей премии будем веселиться и тренироваться в пении. Оля и Полина, вы сегодня написали столько смс сообщений, что могли бы и купить билеты, в принципе. Потому что денежки за каждое смс сообщение, конечно, уходили. Но в любом случае, вы, как самые активные на сегодня и самые оригинальные, получаете подарок от нас. Это два билета на премию в Крокус Сити Холл 25 мая. Ну и, конечно, шикарная музыка. Нару ТВ прямо сейчас. Ну что, друзья, пришло время прощаться с вами. Я от чистого сердца желаю вам огромной удачи во всех, во всех, во всех ваших начинаниях. Конечно, спасибо, что вы смотрели нас от начала до конца. Конечно же, уверен, что ваш любимый клип мы показали. А если не показали, то приходите сюда. По будням с 14 до 16 по Москве. Стол заказов воплощает ваши музыкальные мечты в реальность. Раздарили все подарки. Ну и, конечно, главный подарок от телеканала РУТВ. РУТВ. Вот от этой вот штуки. Это что? Премия, которая пройдет уже через 4 дня. Спешите быть там. Ведь это действительно незабываемое шоу. Если вы действительно очень хотите выиграть, смотрите, ну, билеты туда, если не получается каким-то причинам их купить. Смотрите опять же стол заказов. Смотрите двое с приветом. Во всех наших шоу в прямом эфире мы разыгрываем такие вот опции. Для того, чтобы можно было попасть на эту музыкальную премию телеканала РУТВ. Но для того, чтобы купить билеты, если есть желание, заходите на сайт кассир.ру. Либо звоните по телефону 730-730-0. Билеты их уже почти нет. Но звоните все равно. Нам это будет приятно. Ну что, всем пока. Я прощаюсь с вами до следующей недели, можно сказать. Но это все. Пока, люблю, целую.